На оперативном совещании также обсудили текущие вопросы. Разберитесь уже с дворами, снегом и автобусами. Почему жители области на это регулярно жалуются? Так высказывался губернатор Александр Соколов, комментируя самые частые сообщения жителей в социальных сетях. За полтора часа в Сером доме подняли десятки тем. Об основных расскажет Елена Чехомова. Когда есть важные поводы, совещание начинается с вручения наград и поздравлений. И сегодня повод точно есть. Президент Владимир Путин присвоил жителю Кировской области Павлу Миронову почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации». Также глава региона передал благодарность кировчанам от заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака за эффективное взаимодействие, поддержку и внимательное отношение к участникам СВО и членам их семей. Далее эту тему продолжили. Я подписал уже распоряжение о создании рабочей группы по вопросам оказания гуманитарной помощи селистам, принимающим участие в специальной военной прессе и закрепленному в Закировской области в Веселовском муниципальном округе Запорожской области. В рамках этой деятельности будем рассматривать все заявки воинских частей, оперативно решать имеющиеся проблемы. Александр Соколов поблагодарил всех, кто оперативно подключается к решению вопросов бойцов, их семей, воинских подразделений. Затем перешли к местным темам. Так подвели итоги работы за 23-й год и поставили задачи на будущее по развитию лесного комплекса региона. Очень хорошие показатели. Финансовые, прежде всего, показатели. То есть дополнительно более миллиарда рублей, миллиард 300 почти бюджет Кировской области. Второй показатель очень важный. Научились быстро тушить пожары. Это хорошо. Лесохрана у нас работает. Не обошлось и без проблемных вопросов. Губернатор отменил конкурс на капитальную реконструкцию дороги на аэропорт Победилова. Он подчеркнул, что проект составлен грамотно, но короткий участок выходит невероятно дорого. Впредь Александр Соколов посоветовал рассматривать проекты с участием широкого круга общественности. А вот по обновлению автовокзала вопросов не возникло. Здесь будут отремонтированы как внутренние залы, так и наружная зона. 13 февраля губернатор посетит с рабочим визитом Верхникамский округ и Амутнинский район. В правительстве ждут обращений местных жителей.